Карл Си Джей Джонсон Протагонист игры GTA San Andreas Озвучен рэпером Янг Мэйлей, является первым чернокожим протагонистом в серии GTA, вселенной 3D. Кристофер Крис Беллард, также известный как Янг Мэйлей, американский рэпер озвучил Карла Джонсона в игре GTA San Andreas. Кристофер Беллард родился 17 июня 1979 года в Лос-Анджелесе, рос на фоне насилия, бант и пика ганста рэпа, 80-х и 90-х годов. Карл Джонсон родился в Лос-Анджелесе в 1968 году, мать Беверли Джонсон. Отца Си Джей никогда не знал, имея двух братьев, старшего Шона по прозвищу Свит и младшего Брайана, покойный к началу игры, а также сестру Кэндл. В 1987 году Карл является лидером банды Грув Стрит Фэмилис, однако в этом году был убит его младший брат Райан. Подробности смерти в игре не сообщаются, хотя известно, что это была авария и там была замечена зеленая машина. Свит считал Карла виновным в его смерти. После этого Карл покинул Лос-Анджелесе и переехал в Либерти Сити, где и в течение пяти лет работал вместе с Джоу и Леоне, занимаясь гопстопом и автоугоном. В 1992 году Карл возвращается в родной город, узнав от своего старшего брата Свита об убийстве матери и обнаруживает, что дела в родном квартале идут не лучшим образом. Карл остается в городе, чтобы помочь своей бывшей банде. Возвратившись в родной город, Карл мгновенно попадает в водоворот событий. Недалеко от дома такси, в котором он едет, останавливают копы. Фрэнк Темпе не едет по ласке, оказавшиеся старыми знакомыми Карла. На него вешают убийство полицейского и таким образом он не может покинуть город. Банда Грув Стрит Фэмилис, созданная его семьей, находится на грани распада. Меллин Харрис по кличке Биг Смоук и Лэнс Уилсон по кличке Райдер, составляющие костяк банды, замешаны в непонятных делах. Конкурирующая банда Балла содержит под контролем большую часть города и активно распространяет наркотики. Старший брат Сиджей Свид безуспешно пытается перевести все в порядок. Систра Сиджей, Кэндл, встречается с Цезарем Виал Панда из латиноамериканской банды и поэтому не может тружиться со старшим братом. Сиджей поначалу тоже не горит желанием все изменить, хотя и удивлен таким положением вещей. Все же постепенно он вникает в суть происходящего. Ему удается немного повысить свой авторитет и кажется, что банда скоро займет ведущее положение в городе. Наночается стрелка Бант. От Грув Стрит на него отправляется Шон и несколько парней. С помощью Цезаря неожиданно выясняется, что райдеры Смолдано работают на Темпани. Карл понимает, что Свид ловушка и его по меньшей мере ожидает тюрьма. Если не смерть, он быстро едет на место слета, находит раненого брата и ввязывается в перестрелку с Балласами. Появляется наряд полицейский, который берут на место преступления всех, кто еще не мертв. В том числе и Сиджея с братом. После этого Свид отправляет в неизвестную тюремную больницу. После чего банда Грув Стрит Кэмблис распадается до возвращения Свидта. А самого Сиджея продажные офицеры Фрэнтен Пэнни и Эдди Паласки увозят далекую от Лос-Антеса деревню. Энджел Пайн, где Сиджей начинает свою другую жизнь. Карл приходит в себя в полицейской машине с мешком на голове. Кроме него в машине сидят старые знакомые Тэн Пэнни и Паласки, а также новичок в департаменте, офицер Джимми Эрнандес. По ходу разговора выясняется, что Шон жив, но находится в тюремном лазарете. А также то, что копам снова нужен кто-то для грязной работы. Он заводит несколько новых знакомых, в том числе которых кузина Цезаря, Каталина, известная игроку по Грандзе в Таута 3. В ней он совершает несколько ограблений, затем участвует в нелегальных гонках, на которых знакомится с завиятельным членом Триады, Сан-Фьерро. Вузи и Му, по кличке Вузи. Также он знакомится с странноватым хиппи по кличке Затру. Переводится просто «Правда», который выращивает травку на своей ферме. В момент, когда Сиджей приезжает за товаром, их находит полицейский вертолет. Сбив вертолет неизвестно откуда взявшимся у хиппи гранатометом, Сиджей садится за руль фургона и вместе с «Правда» едет в Сан-Фьерро, выигранный на гонках гараж. По приезду Сан-Фьерро выясняется, что гараж оказывается разрушимся сараем с дырявой крышей. Сиджей приходит в бешенство, однако сестра предлагает починить гараж и открыть автомобильный бизнес. Хиппи по кличке «Правда» неожиданно понимает, что у него есть нужные знакомые в этой части. С их помощью дело трогается с мертвой точки. У Сиджея появляются деньги, однако он не забывает про брата и банду и ведет свое расследование, происходящее в родном городе. Постепенно выясняется, что в Сан-Фьерро располагается преступный синдикат, через который идут поставки наркотиков в Лос-Антос. Сиджей втирается в доверие главам синдиката. В Сан-Фьерро такими являются сутенью Джизи, Тибон Мендес и Майк Торена. От Лос-Антоса и, соответственно, Смоука действует райдер. Узнав все, что ему было нужно, Карл убивает Джизи в его пимп-мобиле. Затем на прислане во время сделки убивает Те Боуна. В последующей погоне убивает райдера. Вбивает светолет с Торена на борту и взрывает завод по производству Крека. В какой-то момент ему звонит неизвестный и предлагает встретиться на ранчо, недалеко от Лас-Вентуроса. По приезду в пустыню Сиджея придется начать делать много и нелегких дел. Неизвестный оказывается убитым Майком Торена. Выясняется, что Майк, правительственный агент, работает под прикрытием и вертолете его не было. В обмен на некоторые услуги со стороны Карла, Торена обещает обеспечить безопасность, что она в тюрьме. А со временем возможно и освободить его. Работая на Майка, Сиджея проходит обучение в летной школе. И заодно становится владельцем заброшенного аэродрома в пустыне. В определенный момент ему звонит в УЗИ и предлагает долю в казино в обмен на помощь. В том числе устранение препятствий ограбления конкурирующего казино Леона. В процессе работы над этим Карл случайно видит, как Мэтт Дог, известный рэпер, пытается покончить с собой. Карл довольно хитроумным способом спасает Дога от гибели. Отвозит его в госпиталь, попутно предлагая себе в качестве менеджера. Успешно ограбив казино Леона, получив свою долю в казино в УЗИ, Карл пытается развить семейный бизнес дальше. Во время этого ему звонит Тен Пенни и просит встретиться. Выполнив очередную грязную работу, Сиджея дает Тен Пенни досье на него. Тен Пенни уезжает, а официально Нандо с сыной своей жизни дает Карлу шанс убить Пуласки. И тот его использует. В это время Мэтт Дог выходит из госпиталя, находит Карла и тот решает вернуться в Лос-Сантос, но уже в особняк Мэда. Тут появляется непредвиденное препятствие. Дог, будучи пьяным, продал свой особняк наркобарону Банду Багас. Сиджея, однако, это совершенно не беспокоит. Он решает с помощью УЗИ отвоевать особняк. После чего Сиджея остается в Лос-Сантосе, чтобы сделать еще одно задание от Майка Торена для освобождения Свита. Успешно отбив особняк Мэда, Сиджея поселяется там с сестрой Цезарем. Записывая новый альбом Дога, Карл атыкается на Торена прямо в студии. Тот просит его сделать всего ничего. Угнать военный самолет с корабля Сан-Фьерро, попутно сбив вторых преследователей. И заодно потопить три судна недалеко от его ранчо. Карлу удается и это. Хотя он и чуть не погибает. Встретив Торена в следующий раз в своей студии, Карл без колебаний приставляет пистолетки в лбу. Вдруг звонит телефон и Шон говорит, что его только что выпустили. Просьба Торена заключается в том, что Карлу просто нужно забрать брата из тюрьмы. Подобрав Шона, Карл собирается ехать в особняк. Но тот неожиданно злится и заставляет Сиджея поехать в родной район, пребывающий в разрухе. Шон решительно заявляет, что никакой особняк не поедет. И Сиджея приходится помогать брату в отвоевывании района. Постепенно они начинают отвоевывать авторитеты и остальные районы у Балласа. В это время на Тенпене устраивает показательный суд, который заканчивается оправданием по всем пунктам. Видя это, Сиджея и его друзья возмущаются. На улицах же начинается настоящий бунт против полицейских. Шон узнает, где скрывается Смоук. Карл в одиночку оставив брата машине, добирается с боем до Смоука. Безуспешно он пытается убедить его сдаться. Смоук открывает огонь. Карл убивает его. Появляется Тенпене, держа Сиджея на мушке. С помощью хитрости Карл избегает гибели, однако вынужден спасать брата, опрометчиво бросившись на пожарную машину Тенпене. После долгой погони Тенпене теряет управление и падает с моста. С трудом он влазит из машины и умирает от травм. Бунт прекращается. А Си Джей, Свит, Цезарь, Мистер Правда и Кэндл идут в дом Джонсонов, подводить итоги о проделанных делах и о других планах. В конце истории игры Кал Джонсон становится молодым миллионером. Позже в дом Джонсона приходит Мэтт Догг, благодаря всех за помощь в делах. После этого Си Джей выходит из дома и наслаждается новой жизнью. Его активы и деловые интересы включают доходы с территории Грус Стрит. Он является менеджером Мэтт Догга, владеет многими землями и недвижимостью инвестициями. В его владении также реактивный район стоимостью 60 миллионов долларов. На этом все дорогие друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Ну и не забывайте ставить палец вверх. Ну а с вами был как всегда Стич. Всем до новых встреч, пока.